Движение поездов на Холодногорско-заводской линии было парализовано приблизительно на полчаса. Основная причина – ЧП, произошедшее на станции метро «Центральный рынок». Информация о происшествии в метро поступила на пульт 102 около полудня. По информации пресс-службы главного управления МВД в Харьковской области, под одним из вагонов оказался человек, упавший на рельсы. На место выехала оперативно-следственная группа. Движение на участке Холодногорско-заводской линии метро было закрыто от станции проспект Гагарина до Холодной горы. Дежурный КП «Харьковский метрополитен» в телефонном разговоре информацию о ЧП подтвердил, а вот уже на самой станции новостям АТН какие-либо комментарии давать отказались, без объяснения причин, скрывая подробности инцидента. Возможно, чтобы скрыть нарушения и избежать неудобных вопросов, сотрудники подземки рискнули пообщаться только с представителями телекомпании, аффилированной мэру города и занимающейся имиджевыми проектами горысполкома. Движение поездов было восстановлено в 12.15. Харьковчане, ставшие заложниками ситуации, возмущаются. Говорят, порядком перенервничали, когда поезд остановился в тоннеле. Связь с машинистом не работала, и они не понимали, что произошло. Более того, даже после того, как составы прибыли на станции, дежурные на вопросы пассажиров тоже не отвечали. Вообще на вопросы не отвечают, просто отворачиваются и уходят. На холодной горе нас вывезли, потом привезли обратно. В конечном итоге люди идут, толпа полная, никто ничего не понимает. Я подхожу опять к метрополитену главной. Я говорю, что людей пускайте так. Вы же хотя бы объявление сделайте, объявление. Люди, дети, вообще мы сидели там 10-15 минут дышали вот этим вот, пока нас не вывезли. Мужчина, упавший под поезд, остался жив. Его с травмами увезла машина скорой. Причина, по которой под вагоном поезда оказался человек, пока неизвестный, сообщают правоохранители. В данный момент выясняются все обстоятельства инцидента. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения Новости.